Всем привет! С вами Елена Шейдлина, и сегодня я хочу поговорить о том, как создаются мои фотографии. Потому что фотографии для меня это в первую очередь творчество, моя работа. И иногда мне надоедает делать картинки или просто идейные фотографии, и меня даже может вдохновить обычный предмет, природа или город. У тебя даже может начаться ломка, потому что это действительно круто, когда твои фантазии воплощаются. Ну что, давайте я вам покажу, как это делается, потому что все начинается с идеи. Если мне приходит в голову какая-нибудь задумка, то чаще всего мы воплощаем ее дома. В доме у меня находится моя студия. Может, одеть ободок, чтобы не мешали волосы пока что? Да, наверное. Ну, либо путем сделать. Ушки. Для этой фотографии мне будет помогать Яна. Иногда бывает, что я не могу воплотить идеи сама. Есть Яна. Я не могу воплощать фотографии. Начинай. Этого не было в сценарии, если я что-то рассказывала. Яна. Сценария вообще нет. У нас даже нет примера, что ты должна сделать. Так что я пока не знаю, что получится. Говорить про краску. Что это гуашь? Да, это гуашь. Веселая компания мне всегда легче. С Яной мы уже знакомы, а это Арина. Она часто бывает моделью для моих идей и просто хороший друг. Вот и закончили мы наш фон. Яна помогла мне раскрасить себя. Арина помогла уже доделать волосы. Так что с друзьями это всегда очень интересно, весело. Ну, вы знайте сами. Спасибо вам большое. А вот если я хочу воплотить мою задумку на улице, то это гораздо сложнее. Идея разукрасить лошадь пришла благодаря Насте. Блин, какую фотосъемку будет делать? Очень круто будет смотреться это платье. У тебя как раз был единорожек, сумочка. Мне очень нравилась фотосессия с ним, но я думаю, может, что-то еще прикольное придумаешь. Так уже с этим платьицем. Посмотри. А раз один реквизит уже готов, пора воплощать задуманное. И я поехала к родителям в Саратов. Первое, что я всегда делаю, это изучая фотографию изнутри. Я пролазила всю форму лошадях и узнала, что можно раскрашивать либо. Пальчиковыми красками, либо гуашью. Ведь она быстро смывается и не вызывает аллергии у животного. Я рисую? Рисую, рисую. Потом дядя Нягуша. Офигеть! Офигеть! Фу. Егоres. Берем CIA. Эashes. Субтитры сделал DimaTorzok Некоторые фотографии получаются совершенно случайно У моих родителей в Саратове была лодка Мы поспрашивали на даче, где можно найти сеть И решили обыграть вот такую вот идею с русалкой Идемте посмотрим Вот Именно в этой фотосъемке не было уверенности вообще Потому что я думала, что она не получится Это одна из тех немногих фотографий Которая случайно фотография стала удачной Ну, раз, два Ну, вот, вот он настоящий русал Считаю, что именно это видео отвечает на самый главный вопрос Как относятся родители к моему творчеству Папа у меня выдумщик Нет, это для меня Опа Низайморуха Аллилуйя Аллилуйя Вот, так, улыбайся Спокойно Я ушел из города Женек Давай И, конечно же, есть такие фотографии, которые не получаются совсем И ты расстраиваешься Но, знаете, лучше никогда не прекращать делать то, что тебе действительно нравится Потому что если один раз не получилось, то обязательно получится в следующий раз Вот такое вот интересное мое хобби И столько работы нужно проделать, что сделать всего одну фотографию в Инстаграм Так что, надеюсь, вам понравилось это видео Если так, то ставьте большой палец вверх Пишите в комментариях, если хотите видеть больше бэкстейджов на моей фотографии в Инстаграм А с вами была всегда ваша Елена Шейлина Пока-пока